когда человек читает по бумажке это достаточно сухая информация как правило воспринимается как реклама а реклама как известно бесит причем она раздражает как на телевидении так и на радио но тут надо понимать реклама это наш хлеб и ничего с этим не сделаешь если нет рекламы то соответственно нет и ничего вот здесь уже другой момент здесь уже вопрос к самым продюсером к звукорежиссером которые занимаются креативной подачей этой самой информационной составляющей для того чтобы вы например не переключились в момент рекламы с этого ролика я сейчас даже не за но у телевизионщиков очень много примеров таких роликов вот сейчас один из последних это вот эти бегущие мужики которые скворечники делать бегут да вот эта сумасшедшая толпа я не знаю я каждый раз как как вот у меня годовалая дочь я вот я и она вы вместе залипаем на этот ролик и я я понимаю что ей интересно я залипаю потому что я уже не пойду куда дальше можно шагнуть чтобы переступить вот этот идиотизм чтобы вот так вот подать и вывернуть нужную информацию зацепить зрителя но сделано классно то есть я реально людям которые делают креативную рекламу а вот эта история мама а папа не дысят смотри видели шубы пастутся коровы ну короче вот этот вот весь дураду расизм который там я понимаю что у нас электорат которые хавы эти все эти как бы телевизионные проекты они вот на этом подвисают им это все нравится и они им это доступно и понятно вот и у нас это может быть вызывает улыбку да и мы крутим пальцем у беска думаю ну вообще уже конечно целое стадо мужиков бегут куда-то скворечники какие-то лепит чего они хотят сказать вот оказывается вот вот так вот и конечно вот такие люди которые вот так креативит рекламу я я им конечно ими конечно восхищаюсь для меня высшая степень цинизма было несколько лет назад я не обратили во внимание или нет когда уж программа спокойно очень малыши был юбилей и их рекламировали и рекламный ролик звучал как хрюша и степашка там 30 лет на первом вот ведь некоторые поймут но это действительно это настолько высшая степень цинизма чтобы на центральном канале всероссийском государственном федеральном самый prime time запускать такого рода рекламу это конечно я считаю надо иметь недюжие чувство юмора и смелости вообще вот поэтому реклама это как бы такая неотъемлемая часть конечно радиоэфира от нее никуда не денешься но все зависит от того как она подана если парни которые занимаются сам продюсированием делают вам классный ролик который вот вы например вышли прошла песня и пам пошел то там рекламный ролик в рекламном блоке и люди не переключаются что они ну как-то улыбаются понимаешь что у классный смотри там делаю даже погромче это супер это победа это здорово но сегодня такие сам продюсеры на вес золота и короче их найти очень сложно вот их найти очень сложно но есть другая проблема если такие ребята находятся они как правило не совпадают со своими биоритмами взглядов с руководством и вот здесь возникает конфликт интересе конфликт креатива и как бы все понимают что это реально классный ролик и его надо срочно пускать именно в таком виде например руководитель говорит что нет это полная ерунда я его себе так не вижу это вообще полная хрень по каким-то своим причинам необъяснимым но мотивируя это как бы основы основной и непоколебимой своей фабулы то что я программная решать за мной последнее слово то есть и ты разводишь руками думаешь ну почему так то это может касаться всего чего угодно новая рубрика вот мы придумали новую рубрику все классно мы и даже уже обыграли в лицах там по проверили на ком-то там из ребят все работает ржачное можно там здесь вот так сделать здесь так сделать приходим с этим новым проектом к руководителю и там все это и чего нет конечно самая страшная штука потому что когда ты вот а мы как раз ну чтобы вы понимали на сегодняшний день ну вот я говорю в частности про наше вечернее шоу со светой вот мы зажаты в такую ситуацию что у нас нет команды у нас как бы у нас нет никого кто мог бы нам светлой головой где так что-то как-то подсказать отвлеченно и подбросить какую-то идею потому что но у нас реально мозги замыливаются к ты сидишь все время айджи прямой эфир ты же не можешь как например каких-то там до телевизионных шоу ты когда идет запись ты можешь нам переговорить перезаписать переулыбнуться и так далее тут прямой эфир все вот ляпнул значит ляпну никуда не деться и конечно ты когда пытаешься быть в течение четырех отведенных того часов ежедневно быть на волне и чтобы было как бы хорошо здорово здорово и озорно и еще плюс ко всему прочему сделать скажем игровое шоу а именно сейчас такой вектор нам подсказал наш руководитель чтобы мы как бы были вот в игровом формате вот и горит ну давайте идите думайте но мы там пошли посидели почесали репу переспали какими-то мыслями пришли сошлись будем суши давай вот это вот это отличная игра все классный проект не проходит почему но вот это ерунда я не вижу дети думайте дальше и вот все у тебя бум у тебя стопор это конечно большой затык когда у тебя нету коннекта с твоим ну как бы наставником духовным отцом это программный директор как ни крути он твой самый должен быть большой верный друг и товарищ и если у вас возникает с ним какие-то недопонимания трения и недомолвки в плане какого-то творческого процесса а еще хуже ин как человеческой из каких-то человеческих факторов это конечно беда эта беда и ты волей-неволей загоняешься в тупик потому что ты вроде как пытаешься что-то делать ты понимаешь по своим ощущениям что классно но оно должно выстрелить это как песня вот ты включаешь песню например sailors включает какой-то песнеzone деле вот новую песню послушаем ты что-то слушаешь-служишь-служишь ну как так потом бог случайно и услышишь на какой-то радиостанции в машине один сидячего у тебя все мурашки встали думаешь блин какая классная песня возвращайся там hardestим будет слушать песня очень бомба и она у тебя эфир и все и у тебя ассоциации какие-то уже свои начинают накручиваться все у тебя прям песни 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 ты эту песню влюблены на у тебя нам был ван и ты ее там целыми днями крутишь все супер также и с какими-то историями связанными вот шоу в частности с этими играми вот и родил к класс ты уже видишь как ее можно обыграть такие шутки как ее можно там распинать но тебе ставят какие-то препоны то значит выход не должен быть больше двух минут то значит ты долго общаешься со слушателем в ненужном формате зачем ты расспрашиваешь как его зовут и там кому это нужно и кому это неинтересно наверное есть какая-то толика логики и смысла в этих словах его но потому что он же не просто их так берется небо хочется надеяться наверное есть какой-то это есть какая-то причина и он опирается на какой-то свой немалый опыт работы в этой сфере но вот тут происходит конфликт вот этих вот самых интересов и получается что идет пробуксовка и ничего не можем сделать связи с этим поэтому приходится топтаться на месте плюс еще один немаловажный момент который тоже очень очень и очень сильно влияет на успех шоу это конечно поддержка пиар отдела и промо отдела на любой радиостанции такой отдел есть и в бытность нашу когда мы еще сидели на тверской 16 ради максимум у нас был целый отдел который занимался промоушен мы были тогда самостоятельно радиостанции не в части холдинга русской медиа группа сами по себе вот у нас был у вас были все отделы естественно как полагается и административные и коммерческие рекламные и там программные и в частности промо и пиар отдел и вот мы с пиаром отделом каким-то промо придумывали какие-то вечно акции какие-то там придумывали истории пиарились подключали прессу телевизор вот где-то там наши ролики мерцали наши физиономии там вставляли на фотографиях на билбордах на остановках там в метро клеили в общем был какой-то промоушен то есть людям мы говорили и кричали о том что ребята есть радио максимум на котором вы наверняка что-то когда-то где-то слышали но вы имеете ввиду мы живы здоровы у нас все окей и вот кстати говоря на этой радиостанции работают вот этот парень вот этот саня нуждин у него там и парад этого там кости михайлов и тогда и тому подобное ну то есть без какого-то внешнего промоушена успеха быть не может когда тебя зажимают и в этом вопросе то тут еще больше пробуксовка происходит и это еще больше беда и здесь опять же может быть масса факторов это может быть кризис это может быть там не знаю отсутствие финансирование и все что угодно но без промоушена радио не может жить так же как и без рекламы и причем внутри эфирный промоушен я имею ввиду вот например какие-то селф промо ролики которые как-то там обозначают в принципе наличие каких-то ведущих они может быть были бы тоже не не лишними но даже этого сегодня у нас нет по каким-то причинам я для себя тоже не могу объяснить и поэтому многое из того что мы хотели бы сделать и запустить сегодня вот к сожалению сделать и запустить сегодня не можем из-за этого у нас происходит факат и получается что наша сегодняшняя как бы встреча она может быть даже отчасти противоречивая я с одной стороны пришел вам рассказать и с вами поделиться какими-то своими взглядами и успехами шоу так как я себе это вижу опираясь на опыт своих лет проведенных за микрофоном но в то же время я не могу к сожалению многое из того что я вам сегодня сегодня говорю применить в жизнь в силу вот каких-то таких определенных причин и поэтому я понимаю что наверное тот продукт который я выдаю который мы выдаем со светой по вечерам он может быть далек от идеи от идеала наверное со стороны как слушателям вам это наверное ярко видно и много может быть даже вы не раз задавались вопросом типа а чё вообще происходит чё за но к сожалению